Старейший спектакль театра имени Янки Купалы пользуется большой любовью публике. За долгие годы существования стал настоящей визитной карточкой. Секрет Павлинки – сочетание запоминающихся образов, захватывающего сюжета, народных песен и танцев. Комедия рассказывает о конфликте новой и старого застенковой шляхты. Главная героиня – 19-летняя девушка, представительница молодого поколения, олицетворяет его лучшие черты и стремление к новому образу жизни. Это и объединяет студентку Университета культуры Анастасию Воронкову с ее героиней. Как правило, роль Павлинки исполняют актеры постарше, но не в этом сезоне. Она молодая, я молодая. Мы с ней похожи характером. И за счет этой молодости мне очень приятно работать в этом образе. Ну, мы с ней очень прям похожи, поэтому мне не составляет труда. Я люблю ее. Я готова с ней встретиться каждый раз, когда выхожу на сцену. Одной из главных изюминок сегодняшнего состава по праву можно считать Тамару Миронову. Ее персонаж – броский представитель белорусской глубинки. Каждое появление вызывает у зрителя смех и симпатию. К слову, актриса проработала на бобруйской сцене порядка 15 лет. Теперь вернулась сюда звездой республиканского масштаба. Это мой первый театр. Поэтому, конечно, мне было волнительно очень. Как тут примут, как я это все увижу по-новому. Город изменился. Вообще, у меня очень хорошее впечатление об бобруйске. Моя молодость, первый театр. Так что я счастлива. После спектакля зрители не спешат домой. Есть много тем для обсуждений. Кто-то сравнивает постановку с книгой, кто-то восхищается актерской игрой. Но, без сомнения, равнодушным из зала не выходит никто. Гости из Минска. Мы привыкли к своим артистам, своим актерам. Здесь все новое. Интригует. И, по крайней мере, очень радует, что традиция поддерживается классической белорусской. А именно, как и театральных постановок. Это самобытно, это радует. Купаловские пьесы читаются же в школе, я так понимаю. А то, что это спектакль интересный, как мне кажется, пусть смотрят все. Пьеса белорусского классика Янки Купалы не теряет свою актуальность больше века. Премьера спектакля состоялась в 1944-м в Томске под режиссерством Льва Литвинова, заслуженного артиста БССР. Привычный рассказ о борьбе девушки против воли родителей щедро украшен национальным колоритом и острым народным юмором. И, конечно, особый антураж создает родной сердцу белорусский язык. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360.